Слава нашему Господу, даровавши нам это прекрасное утро, куда мы все собирались, и я думаю, что мы уже начали созерцать Божью милость и красоту в начале этого служения. Мы сегодня уже слышали и даже воспевали о милости нашего Господа и то, что сегодняшний день дарован нам как по милости и великой благодати нашего Господа. Ведь вчера, когда мы ложились спать, когда мы молимся и говорим, Господи, дай телу сон, душе, покой, и вы знаете, уснувшие мы находились в этом покое души, а Бог нас окружал своей милостью. Проснувшись сегодня утром, заметив ли ты это или нет, но Господь уже встречал нас милостью Своею, а также Духом Своим Святым влек нас и привлек нас на это место, где мы сегодня вместе с вами славим нашего Бога. Слава Иисусу Христу! Я бы хотел сегодня, дорогие друзья, порассуждать вместе с вами на такую тему евангелизм или благовествование. И для начала я прощу один стих, который говорит нам очень важное послание и напоминание того, что сам Христос сказал в Евангелии от Иоанна, 17 глава, стих 18. «Как ты послал меня в мир, так и я послал их в мир». Дорогие друзья, братья и сестры, мы видим, что сам Христос говорит, что я пришел в этот мир по поручению Небесного Отца. И так как Он жил на этой земле, Он дал определенные поручения Своим последователям. «Нам с вами, дорогие братья и сестры, и как послал меня Отец». Вы знаете, мы вспоминаем это место, центральный стих Нового Завета, где говорится, что «Ибо так возлюбил Бог мир». Если бы это послание и событие не исполнилось прежде, то все последующие послания и все Евангелии, они бы не имели никакой силы по той только причине, что Иисусу нужно было прийти в этот мир. И посмотрите, Господь посылает и отдает единородного Своего Сына для того, чтобы искупить людей от грехов их. Чем Небесный Отец был наполнен? Любовью, сила веры и сила любви. Сегодня показано в намерении нашего Спасителя Иисуса Христа. И Иисус продемонстрировал веру, которая действовала любовью. Когда Иисус, уже будучи на этой земле, Он соприкасался с жизнью разными людьми, написано, что когда Он увидел людей, то жалился над ними, ибо они были как овцы, не имеющие пастыря. Представьте себе сожаление Сына Божьего в том, что люди были рассеяны, у них не было надежды, у них не было утешения, которое мы сегодня вместе с вами, дорогие братья и сестры, имеем в нашей жизни. Дальше мы видим, дорогие друзья, что Иисус, Он имел определенные чувства и отношения ко всему человечеству. И был такой момент, когда, вы помните, Лазарь умер, и Иисус прослезился. И люди, которые окружали то место Иисуса Христа, говорят, как Он сильно любил Его. О, братья и сестры, в этом Лазаре мы находим и себя, мы все подобны, как Лазарь. Дорогие друзья, были мертвы по своим преступлениям и по своим грехам, но Господь ожитворил нас благодаря искупительной жертве нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Поэтому я хочу сегодня сказать, как сильно любит тебя и меня Иисус Христос. И Он ищет диалог со мною, как Он искал диалог, помните, с таким человеком по имени Закхей. И когда Он попадает в дом Закхея, сердце и жизнь человека Закхея меняется. И Иисус говорит, ныне пришло спасение и дому всему. И так, как мы говорим о шагах и нашей вере в Иисуса Христа, то сам Иисус Христос, когда был там у смоковницы, неужели Он не мог просветить сердце Закхея именно на том месте? Но мы видим, дорогие братья и сестры, Иисус не только говорил, Иисус действовал. Он прилагал старания, вера, действующая делами любви. Он идет в дом Закхея, проделывает определенный путь, отрезок. Он прилагает старания. И мы сегодня из-за этого извлекаем большой пример, что и нам нужно не просто говорить, нам нужно действовать, нам нужно облечься в эту веру, которая действует любовью, любовь нашего Небесного Отца. И так, как сегодня я уже озвучил тему моей проповеди, я хотел бы прочитать место, о котором мы будем рассуждать. Это Евангелие от Луки, 5 глава. Я буду читать 17 стиха и ниже. В один день, когда он учил, и сидели тут фарисеи и законоучители, пришедшие всех мест Галилеи, Иудеи и из Иерусалима. И сила Господня являлась в исцелении больных. Вот принесли некоторые на постели человека, который был расслаблен, и старались внести его в дом и положить пред Иисусом. И не найдя, где принести его за многолюдством, взлезли наверх дома и сквозь кровлю спустили его с постелью на середину перед Иисуса. И он, видя веру их, сказал человеку тому, прощаются тебе грехи твои. Книжники и фарисеи начали рассуждать, говоря, кто это, который богохульствует? Кто может прощать грехи, кроме единого Бога? Иисус, уразумев помышления их, сказал им в ответ, «Что вы помышляете в сердцах ваших? Что легче сказать, прощаются тебе грехи твои? Или сказать, встань и ходи? Но и чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи». Сказал он расслабленному, «Тебе, говорю, встань, возьми постель твою и иди в дом твой». И он тотчас встал перед ними, взял, на чем лежал, и пошел в дом свой, славя Бога. И ужас объял всех, и славили Бога, и, быв исполнены страха, говорили, чудные дела видели мы ныне. Слава нашему Господу! Когда мы читаем это место Священного Писания, мне хочется также сказать, «Чудные дела я слышал ныне». И если мы верим этому повествованию, то я могу сказать, что чудные дела я вижу ныне. Потому что вера, которая сопровождает каждого христианина, позволяет сегодня испытать то же самое чувство и события, но уже в своей персональной жизни. Сегодня каждый из нас может засвидетельствовать, что в процессе нашей жизни мы видели чудные дела Божьи. Слава Иисусу Христу! Как Бог нас нашел, как Он нас оправдал, как Он нас проводил, как Он нам помогал, как Он нас учешал и направлял на путь истины. И многие другие милости в нашей жизни мы видели, как Господь Бог благословляет. Итак, мне бы хотелось сегодня просуждать на основании этого контекста о четырех шагах, которые Бог в нашей жизни проводит для того, чтобы через нас совершалась миссия на этой земле. Итак, первый шаг, который бы хотел немного коснуться, они были беспокоены состоянием своего больного друга. Если вы были внимательны, то они, когда пришли со своим больным другом, неся этого парализованно на носилках четверо, и вот они, когда подошли, то они увидели препятствия. Они увидели, что не могут пройти к Иисусу Христу. Так часто бывает в нашей жизни, мы проделываем определенные какие-то усилия, и когда только сталкиваемся с какими-то препятствиями, бывает так, что мы свою затею оставляем. Мы просто отступаем от своего плана. Но эти люди не отступили от своего плана. Они начали искать другое решение. Они уходят от этого места, где уже были препятствия, и идут с другой стороны. Они идут к этому дому на кровлю, разбирают эту кровлю. Я не знаю, были ли вы в подобных таких строениях, в таких домах. Я видел такие строения. Они, конечно, отличаются от таких строений, в которых сегодня мы живем. Там нету такой жесткой кровли, там нету бетона, там не было такой черепицы, там был тростник, всего лишь крыша такая. И мы читаем, что они этот тростник раздвинули, они разобрали эту кровлю, приложили старания свои и спустили этого своего друга, расслабленного, туда вниз, к центру, где был Иисус Христос. Главное, мы видим в этом первом шаге, никогда не быть равнодушным и не останавливаться на своих целях. Если мы вместе с вами, именем нашего Господа, проделываем определенные шаги, и за это заведомо Господь удобрил наш план, и на это есть воля Божья, то не останавливайся. Молись до конца, если ты молишься. Действуй до конца, если ты действуешь и совершаешь какой-то проект в своей жизни, потому что с тобою Бог, потому что на это есть воля благая, угодная и совершенная. Поэтому в Послании к Кремлину мы читаем 15 глава 2 стих, «Каждый из нас должен угождать ближнему во благо к назиданию». Каждый из нас, не только некоторые люди, не только служители, апостолы или, может быть, люди, которые непосредственно этим занимаются. Каждый из нас, Слово Божие говорит, должен угождать ближнему во благо, к добру, к назиданию, ко спасению, к исцелению. Я вижу в этом примере этих людей, что они угождали своему другу, человеку, который был парализован. Вы знаете, я как-то читал одного богослова. Это Ефрем Сирин, да? Это христианский богослов, один из учителей 4 века. И мне понравилось его заключение слов, которые он произнес. Он говорит так, «Не заключайте свою молитву в одни слова. Пусть каждое ваше действие будет богослужением». Все, что мы делаем, имеет духовное значение в нашей жизни. Чтобы наши слова, наши действия, наши намерения не были только заключены в наших словах, но и в наших действиях, в нашей вере, в наших поступках, в нашем усердии, чтобы мы могли в нашей жизни совершать определенные действия и поручения, и миссию, которую Господь возглашил на каждому из нас. Поэтому я думаю, что если вдруг мы привыкли только говорить, Бог желает, чтобы мы могли уже действовать, поэтому нужно об этом просить у Бога, чтобы Бог помог нам измениться по отношению этого вопроса, чтобы угождать сегодня всем во благо, для того, чтобы дело Божие совершилось. Поэтому, как бы, такая хорошая рекомендация, чтобы нам просить Бога, чтобы Он смягчил наше сердце, прежде всего, потому что в нашем сердце очень много есть таких человеческих, уже состоявшихся, как бы, уставов, намерений, с которыми мы привыкли так жить, и иначе бы и не хотели менять. Но вы знаете, когда приходит Божья благодать, там, где у нас комфортно, по человеческим таким принципам, когда мы привыкли так жить, и нам комфортно, Господь порой выводит нас в такие места, как пустыня, в такие места, когда Он хочет, чтобы мы послужили людям, и таким образом в нашей жизни что-то меняется. И если ты желаешь, чтобы в твоей жизни изменилась жизнь относительно миссии, которую Господь возложил на тебя, чтобы через тебя Бог совершал определенную работу, и ты угождал людям во благо, и мог быть полезным, как эти четыре человека, которые, столкнувшись с проблемами, с трудностями, они его не оставили. Они начали продолжать свой путь. Это нелегко. Это порой нарушает наш покой, наш комфорт. Но Бог желает, чтобы мы могли к этому стремиться, и Он поможет нам, потому что дальше не мы только будем идти, Бог будет подкреплять нас силой своей благодати, и будет использовать нас не так, как мы себе представляем, а как на это угодно воле Его. Поэтому мы должны также просить Бога, чтобы Он дал вам и нам всем возможность поделиться с такими людьми этой благой вестью, чтобы Бог расположил сердца людей. А также, вы знаете, когда мы, я не знаю, как вы, но у меня были такие случаи, когда рассказывал некоторым людям о Боге, и у них зарождалась вера. Но протяжении некоторого времени они посещали церковь, а потом перестали посещать церковь. И я говорю, в чем дело, почему вы перестали ходить в церковь? И вы знаете, что они сказали? Они говорят, знаете, когда я не знал о вас, когда я не ходил в церковь, у меня как будто было плохо, но не так плохо, как сейчас. А вот сейчас, скажу, в церковь у меня такие сплошные проблемы в моей жизни, и я не знаю, почему, я только начал ходить в церковь, и у меня постоянные проблемы стали в семье, в отношении со своим мужем, и так далее. Вы знаете, это индикатор того, что обычно, когда мы начинаем что-то делать во имя нашего Господа, когда мы начинаем говорить Слово Божье, люди проходят через определенную боль, потому что они во власти дьявола, и дьявол держит их в своей воле, поэтому у них все так плохо становится, потому что там сопротивление происходит, и вот тогда, как никогда, нужно за этих людей молиться, нужно их поддерживать, чтобы было это во благо для их духовного состояния, и они могли увидеть милость Божию, и получить победу, и избавление от дьявола. Поэтому это как бы хороший индикатор, когда вы видите, что у людей как бы больше проблем стало, знайте, что там идет борьба, вы нужны этим людям, молитесь о них, поддерживайте их, и Бог благословит каждого из нас. Второй шаг, они верили, что Иисус обязательно исцелит их друга. Вот часто бывает так, мы за кого-то молимся, а что мешает мне записать это имя, эту нужду дома, и постоянно молиться, взять как бы такое время для себя, и подобные другие нужды, для того, чтобы нам действовать в нашей жизни, как действовал Иисус Христос. Вот это и есть неотступное желание, во благо помочь ближнему своему человеку. Пусть этот комфорт у меня не будет настолько таков, как это было раньше, пусть я буду ограничен временем, но испытывать великую, сверхъестественную, божественную милость и благодать в моей жизни. И вы знаете, верующие, они нуждаются в служении. Если мы за собой наблюдаем, то мы не можем без служения. И на протяжении Веткого Завета, Нового Завета, мы видим, что народ Божий всегда служил Богу. Если человек не служил Богу, его духовное состояние, оно падало, оно истощалось. И вот именно, если мы призваны Богом на служение, это некоторые уже хронические состояния нашего духовного состояния. То есть мы так живем, мы так привыкли, и мы чувствуем призыв Божий, что так это правильно, и Бог поощряет нас в этом. Но со стороны людей, которые не знают Бога, неверующие, они нуждаются в спасении. Поэтому наше служение, оно имеет основание, оно имеет волю Божию, чтобы нам благовествовать, нам говорить, нам вставать в пролом за любые нужды и за погибающих людей, потому что они нуждаются в спасении. И если мы хотим обрести Божие благословение в нашей жизни, мы также должны волноваться, как волновался Иисус Христос, когда Он увидел людей, и я еще раз процитирую, Он жалился на ними, потому что они были, как овцы рассеянные, без пастыря, без надежды, без будущности, обреченные на смерть. Поэтому, дорогие братья и сестры, мы должны волноваться, потому что то же самое чувство мы наблюдаем в нашем Господе, мы наблюдаем в нашем Иисусе Христе, мы наблюдаем в себе. Итак, евангелизм – это акт повиновения Богу. Когда Бог прозвучал словом своим, открыл нам истину, и Он возложил на нас эту ответственность распространять, благовествовать людям, живущим на этой планете Земля. С того места, где мы живем, в той церкви, в которой мы трудимся, и как Слово Божие говорит, и даже до краев земли, если Бог будет использовать тебя. Но самое важное, чтобы нам не позволять быть центром нашей жизни и наших планов, потому что центром нашей жизни должен быть Бог. Если мы говорим, что мы что-то значим, мы что-то можем, и пытаемся это делать без Бога, дорогие братья и сестры, то все будет напрасно. Однажды Слово Божие говорит, что мы просто как то строение, которое не имеет основания, оно разрушится, и разрушение этого дома будет великое. Поэтому всегда нужно верить, что Иисус Христос, как посланник евреям, в 7 главе 25 стихом, апостол Павел говорит, может всегда спасать приходящих через Него, то есть через Иисуса к Богу, будучи же всегда жив, чтобы ходатайствовать за Них. Слава Богу! Это совершает Бог. Он всегда готов спасать приходящим к Нему через Иисуса Христа. И мы, будучи всегда живы, должны, дорогие братья и сестры, в нашей жизни также ходатайствовать за этих людей, которые погибают в этом мире. Третий шаг, о котором я бы хотел говорить, они не просто молились за друга, они принесли его к Иисусу. Вот есть такой человеческий фактор сострадания. И бывает так, что люди, которые не знают Бога, они тоже как бы имеют определенное вот это сострадание. Но кроме сострадания больше ничего не остается. Но эти люди имели сострадание, и в этом сострадании они нашли выход. Они начали приносить этого человека, у которого была такая большая проблема, они начали не просто говорить людям, они не просто говорили, что есть такой человек, чтобы как бы донести какую-то новость всем людям. Но они взяли этого человека и принесли к Иисусу Христу. Дорогие братья и сестры, это замечательно. Когда мы проникаемся состраданием, нам нужен Иисус Христос. В принципе, нам нужен всегда Иисус Христос. Но в некоторых ситуациях как бы больше мы делаем ударение на этих людей, потому что у них особое состояние, то ли духовное состояние, то ли физическое состояние, и они нуждаются в этой помощи вспомогающего человека, который знает своего Господа. Вы знаете, как многие говорят, и Слово Божие говорит, чтобы помолитесь Богу вашему, потому что я знаю, что вы с Ним знакомы. Есть и такие выражения людей, которые говорят, что я не имею веру в Бога, но ты имеешь общение со своим Богом. Пожалуйста, помолись Ему обо мне. Дорогие друзья, это важно. Это очень хорошо. И вы знаете, что люди бывают не только физически парализованы. Люди бывают парализованы и душевно, и духовно, и у них есть в этом большие духовные, физические проблемы. И чтобы духовно и морально, которые люди парализованы, помочь, то мы должны видеть то, что в их жизни происходит. И часто на первом месте стоит грех. Они ослеплены грехом и не видят, что нуждаются в помощи. И вот таким людям, сегодня миллионы людей, они ослеплены грехом, они парализованы грехом, и они не видят, что они нуждаются в Боге. Когда им говорим, говорим, что вам нужен Христос, вы должны получить спасение, они говорят, да я в принципе не при смерти, я не умираю. И вот такая грубость, она порою сопровождает таких людей. И мы когда слушаем и говорим, о, все, значит не хочет, так не хочет. А разве это правильно? Это же, пример также показывает, что когда ты столкнулся с этой проблемой, когда человек не видит, что он во грехе, не оставляй его. Иди с другой стороны, молись, чтобы Бог дал тебе мудрость, и как мы уже сегодня слышали, расположил и ваше сердце, расположил и сердце этих людей, которые не видят, что они идут в погибель. И, дорогие друзья, нужно об этом молиться, не останавливаться. Так часто бывает, это даже близкие нам люди, близкие люди наши, наши родственники, могут быть даже родители, или братья, или сестры, или родственники, которые не желают слышать благую весть. И что на этом закончить наше служение? Нет, нам нужно продолжать молиться и просить у Бога мудрости, как можно повлиять на ихнюю жизнь. И я уверяю вас, Бог настолько мудрый, у Него все так чудно, для Него нет никакой проблемы. И Он даст тебе нужный совет, как нужно дальше поступать, лишь бы ты горел для того, чтобы через твое действие во благо к назиданию многих людей ты мог быть сегодня этим человеком, через которого Бог совершает эту миссию. Второй пункт – это одиночество. Люди боятся обращаться за помощью к Богу, и они вот как бы изолированы, находятся в подавлении своей души, как бы в депрессии. Чувство вины также сопровождает людей, и они боятся обращаться за помощью, потому что эта вина их останавливает и давит их. Так часто бывает и толпа, она заграждает от них Бога. И люди смотрят на толпу, на крик толпы. И хорошо, если в этой толпе появится светлый человек, человек Божий, который скажет, не бойся, я проведу тебя, давай я помогу тебе. Ведь сегодня мнение общества очень много влияет на многие души людей, и люди просто боятся открыться. А на нас лежит Божья ответственность, и не только Божья ответственность, на нас Божье помазание есть. Бог благословляет нас, дает нам необходимые ресурсы, силы, мудрость, чтобы нам совершать это посольство на этой земле. А также есть причины, которые называются обстоятельства. И в этих обстоятельствах люди замыкаются, они не видят просвещения в своей жизни. И эти проблемы давят людей очень сильно, и они не могут обращаться к Богу. Хорошо, когда в этих проблемах есть опять же мы, которые показываем им, направляем их к нашему Господу, как эти люди, которые принесли этого человека к кому? К Иисусу Христу. Братья и сестры, давайте вот на минуточку зададим себе вопрос, проверим обстоятельства в нашей жизни, ситуации в нашей жизни, какие-то моменты, которые были, возможно, уже, может быть, даже, вот как бы сопутствующие в нашей жизни. Или, может, мы знаем людей, о которых сегодня люди перестали молиться. Как сегодня дело с тобою? С этим поручением, которое возложил Господь на тебя. Являешься ли ты человеком, который сегодня являешься, человеком, который к назиданию, во благо этого человека работает, молится, помогает, как-то позвонит, как-то добрым словом или какой-то комплимент скажет, ну, другими словами, как лучок в этом темном месте сияет для этой души, чтобы эта душа, она обрела мир и покой благодаря искупительной жертве Иисуса Христа. Вы знаете, есть такие люди. В Молдавию мы недавно летели и через день попали на евангелиционное служение. И там, на этом евангелиционном служении, я увидел уже знакомого друга. Ему больше 60 лет. Зовут его Виктор, фамилия Волошин. Особенность этого брата в том, что когда он слышит где-то евангелиционное служение, он берет гитару и на попутке он добирается до места. А вы знаете, в Молдавии это очень сложно. Вот эта евангелизация была за 60 километров от места, где я живу. И она была в такой деревне, где нужно очень долго ходить. Эта деревня даже находится как бы уже в лесу. И этот брат вовремя добирается, приезжает и рассказывает стихотворение, и поет песни. И он рассказывал, что в свои юные годы у него была проблема, он не мог запомнить даже строчки из куплета песни. И когда он вырос и почувствовал, что Бог его призывает, он начал заучивать каждую строчку, каждый день одна строчка, потом куплет, а потом второй куплет, припев. И вот так он выучил очень много разных песен. И он говорит, что до сих пор я их пою, пою эти песни. Я не обладаю способностью, у меня с памятью не очень так уж и хорошо было. Но вот именно старание, желание стучать в сердца людей через песни Господь дал ему успех. И он рассказывает, что когда порой едет, он на евангелиционное служение добирается, его люди замечают и говорят, спойте нам что-то. Он говорит, я спешу на служение, ну давайте спойте, а потом мы вас подкинем. И вы знаете, бывает так, что не нужно собирать людей, как мы часто бываем, приглашаем, и никто не хочет к нам идти. А этому брату Господь посылает этих людей, которые готовы слышать. И он поет, ими рассказывает о Боге. Зачем я все это рассказываю, дорогие братья и сестры? Иван Гриотулки, 14 глава, 23 стих. Господин сказал рабу, пойди по дорогам и изгородям и убеди прийти, чтобы наполнился дом мой. В этой притче, я всего лишь взял этот стих, говорится о том, что на нас лежит ответственность говорить людям и убеждать их в том, что они нуждаются в Господе. Ужин – это пир Царства Небесное. Господин – это Бог. А раб – это каждый из нас. Это каждый из нас сегодня призван, чтобы убеждать, говорить людям о спасительной благодати нашего Господа Иисуса Христа. И, дорогие братья и сестры, мы сегодня призваны свидетельствовать, рассказывать людям в простоте нашего сердца. И Бог, когда видит наше намерение сердца, Он сам будет порой посылать людей для того, чтобы, если ты не стесняешься, если ты просто не ленишься, а готов говорить, Бог будет посылать людей. Ты даже не можешь представить, где это будет происходить. Иногда мы думаем, что это только в церкви должно происходить, а это нет. Это неправильно. То, что мы в церкви делаем, этого недостаточно для того, чтобы распространять благую весть по всему лицу земли. И 5 Евангелие – это наша жизнь, это наши поступки, это наше желание трудиться в области благовестия. Дорогие братья и сестры, Бог благословляет нас своим благословением, и Он дает нам эту возможность, чтобы мы могли вместе с вами идти вперед именем нашего Господа. Почему так? Потому что, когда пришли эти друзья, двери были заблокированы. Они не могли пройти туда. Они были заблокированы людьми, и они нашли другой путь. И мы сегодня должны задать вопрос. А мы готовы сегодня разбирать крышу? Мы готовы сегодня идти другим путем с именем нашего Господа, чтобы помочь этим людям? Если мы смотрим на волю Бога, то Бог говорит на 2 Петра, 3 глава, 9 стих, «Не медлит Господь исполнением обетования. А если я не готов, значит, я медлю». Христос однажды, когда поравнялся с учениками, которые направлялись в МАУС, и начал беседовать с ними. И дальше они начали говорить, и даже уже сомневаться, а Христос обличил их, говоря, «О вы, медлительны с сердцем, чтобы веровать». Братья и сестры, вера содействует делам. Недостаточно верить, но нужно и действовать. Поэтому Слово Божие нам так говорит. «Не медлит Господь исполнением обетования, и мы не должны медлить. Но дальше написано, как некоторые почитают, то медлением, но долго терпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию». Дорогие братья и сестры, существует очень много разных вещей, которыми мы занимаемся сейчас. Мы тратим на это время. Но поверьте, есть некоторые вещи, которые лично я уже испытал, что спустя каких-то 10 лет они теряют свою цену и значимость. Но когда мы говорим сегодня о вере в Бога, о нашем личном служении и благовестии, оно имеет цену спасения человека. А также, когда мы придем туда, в небесах, Господь скажет, «Благоразумный, верный раб, войди в радость Господина твоего». Вот ты это делал, оно имеет ценность, и там, на небесах, оно имеет ценность. Итак, друзья, мы были сотворены для определенной миссии, и эта миссия – евангелизм, это благовествование, это говорить о спасительной жертве нашего Господа Иисуса Христа, это распространять эту благую, добрую новость людям через наши уста, через наши дела, через нашу жизнь, через наше усердие, чтобы мы могли обогатить многих людей, которые сегодня нуждаются в спасении. И вот пару мест мы будем молиться, которые подтверждают о этом великом поручении, которое сам Христос сказал. Матфея 28,19. «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам». Матфея 9,37. «Тогда говорит ученикам своим, жатвы много, а делателей мало. Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою». Друзья мои, мы будем молиться сегодня о людях, которые бы могли совершать жатву на этой земле, или мы сегодня сами скажем, «Господи, я хочу быть тем человеком, которого ты используешь в жатве для служения, чтобы через тебя совершилось дело милосердия». И дальше мы читаем Деяние 10,42. «И он повелел нам проповедовать людям и свидетельствовать, что он есть определенный от Бога судья живых и мертвых. О нем все пророки свидетельствуют, что всякий верующий в него получит прощение грехов именем его». А также Деяние 13,47. «Ибо так заповедовал нам Господь, я положил тебя во свет язычникам, чтобы ты был во спасение до края земли». И заключительное место это Римлянам 10,13. «Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Но как призывать того, в кого не уверовали? Знак вопроса. Как веровать в того, о ком не слыхали? Знак вопроса. Как слышать без проповедующего? Опять же знак вопроса. Бог задает вопрос сегодня мне и вам. Как? И как проповедовать, если не будут посланы? А Христос послал учеников своих в те города, в которые сам хотел идти. И на нас лежит эта ответственность, как прекрасный ноги благовествующий мир, благовествующих благое. Друзья мои дорогие, вы помните Исаия, который увидел славу Божию? И он говорит, «Вот я, Господи, что повелишь мне делать?» Друзья мои дорогие, как хорошо, когда Исаия сказал, «Я готов, я готов идти». И мы сегодня предстоим пред нашим Богом. И Бог наблюдает, в ком сердце есть сегодня желание сказать, «Ты иди и соверши дело милосердия». Да, Господи, я хочу сегодня быть Твоим сосудом. Я хочу совершить дело милосердия Твоей великой милости и любви относительно этих людей. Но у меня мало силы, у меня мало способностей, я боязливый, у меня нет опыта, и мы должны все это, что у нас есть из недостатков, сказать Господу с определенной целью, «Господи, измени, улучши меня, благослови меня и сделай меня благословенным, чтобы Слово Божие, оно сеялось». И я мог оказаться тем человеком, который, как те четверо, которые несли на нас сил, как этого человека, он был парализован. Почему Господь посмотрел на них и сказал, «По вере в вашей, братья и сестры». Да потому что этот человек не мог двигаться. И я допускаю такую мысль, что видя таких людей, которые сильно были парализованы, они даже и говорить не могли. А они несли его на своих ногах. Они говорили его своими устами. И мы сегодня призваны это делать. Пусть Бог благословит нас. Мы сейчас помолимся, помолимся прежде всего о себе, о своем желании, чтобы нам являть дело милосердия, которое Господь призвал нас и благословил нас исполнять его миссию на этой земле. А также помолиться о том, чтобы Бог дал нам силы, мудрости, желание это совершать. Добро, охотно, с желанием, с дерзновением. Еще раз повторюсь, этот человек Виктор, когда назад уже ехали, я его взял с собой, подвозил его. Вы знаете, уже вечер был, а он говорит, «Ну, не довози меня до дому, а вот здесь на прихрестке еще оставь». А я говорю, «А зачем?» Он говорит, «Ну, вот здесь техникум, я еще пойду и там еще попою, расскажу». После служения мы иногда говорим, вот так устали мы в служении, да, мы так определенный труд совершили, и мы говорим, мы такие вот уже уставшие, этот человек еще пошел, а там техникум большой, он пошел молодым людям петь и говорить о Боге. Я думаю, что это не просто так. Это сила Божия действует в нем. Пускай он же пожилого возраста, но Бог подкрепляет его и использует его в эти преклонные года. А как же сегодня со мной, дорогой брат и сестра? На мне и на тебе лежит эта ответственность. Пусть Бог благословит нас, а также мы помолимся о погибающем мире, о людях, которые не знают, и чтобы Бог расположил их сердца, слышать благую весть. Вставши на наши ноги, помолимся. Субтитры создавал DimaTorzok